Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Радующимся наступлению весны водителям ГИБДД напомнило о необходимости поддержания внешней чистоты автомобиля и в первую очередь чистоты государственных регистрационных знаков Нечитаемые номера наказываются предупреждением либо штрафом 500 рублей Такой подарочек от инспектора можно получить, если с расстояния 20 метров нельзя различить хотя бы одну букву или цифру в номере В темное время суток данное требование относится только к заднему регистрационному знаку Трасса 101 Ульяновский автозавод тоже поспешил поднять стоимость своих машин, однако в отличие от Автоваза, который накинул на некоторые комплектации четверть миллиона рублей УАЗ обошелся цифрами поскромнее и не стал трогать весь модельный ряд Начальная стоимость Хантера и Буханки не изменилась, 1 миллион 7 тысяч и 962 тысячи рублей соответственно Сильнее всего подорожал Патриот с автоматической трансмиссией, плюс 80 тысяч рублей Теперь он стоит минимум 1 миллион 405 тысяч Патриот на механике обойдется почти на 100 тысяч рублей дешевле Трасса 101 Говорят, нынешний хаос на российском автомобильном рынке даст возможность еще больше закрепиться у нас с китайским брендом Их популярность в последнее время и так росла огромными темпами Однако не все так просто К примеру, Черри и его суббренд Иксид приостановили поставку машин Они хотят в первую очередь осознать ситуацию с рублем Авто в наличии у дилеров якобы пока есть Кстати, в марте компания Черри собиралась привезти в Россию премиальный кроссовер Иксид ЛХ Он оснащается 147-сильным бензиновым турбомотором и вариатором Трасса 101 Еще один китайский автопроизводитель, Джили, который владеет сейчас британской маркой Lotus Собирается в ближайшее время представить электрический кроссовер под этим брендом Проект носит название Lotus Type 132 Если просто, то модель очень крутая Регулируемый спойлер, светодиодные фары, камеры вместо зеркал заднего вида, лидары У новинки будет два электромотора с суммарной мощностью 700 лошадиных сил Разгон до сотни около трех секунд Трасса 101 Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо? Стоимость нефти в последние дни заметно растет Может быть, это повод сделать горючее доступнее? Сеть АЗС Движение нашла возможность уменьшить ценники Литр 92-го бензина стоит теперь 47 рублей 50 копеек Диз топлива 59,50 Газ по 25 рублей На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok